Меня зовут Рома Редман, это Никита Сечин, и сегодня мы приготовим два прекрасных, замечательных блюда. Я, кстати, даже не знаю, что будет готовить Никита. Я буду готовить палтус с печеным брокколи и соусе. Мы сделаем сливки, но сливки сделаем на углях. А я буду делать питерскую шаверму. Такую, которую я попробовал в первый раз в 1997 году на станции метро Проспект Ветеранов. Это будет куриное бедро, огурцы и помидоры. Ничего лишнего, никакой капусты, никаких баклажан, картошки фри, морковки. Морковка не будет, да, по-крески? Нет, нет. Единственное, чем отличается будет шаверма, который я пробовал, это вот замечательный острый соус ширач называется. Я его чуть добавлю для усиления вкуса. Так, начнем готовить. Рыба должна обязательно полежать в солевом растворе примерно 2 часа. Солевой раствор 2%. Обязательно нужно почистить от чешуи. Счищаем. И такими крупными кусочками обратно отправляем в солевой раствор. Так, я начну мариновать. Куриное бедро, немного гранулированного чеснока, чуть-чуть совсем медика, бальзамический уксус. Вместо бальзамического уксуса, если что, можно добавить обычный яблочный, либо винный любой. И вместо соли я добавляю буквально 50 миллилитров су-суса. И немного добавлю растительного масла. Курица замаринована, в принципе, она готова уже жариться. Я сделаю невероятный гарнир. Мы приготовим брокколи на гриле. Добавим семечки льна, черный кунжут, тыквенные семечки, семена подсолнуха и, естественно, белый кунжут. И мы прямо вот так на гриле поставим и поджарим их. И соус. Это просто сливки. Чем жирнее, тем лучше. Сейчас они разогреются, и мы прямо туда добавим уголь. Вместе с углем прокипятим, процедим. И уже будем обжаривать саму капусту брокколи и наш палтус. Нам нужно с вами просушить палтус. Очень серьезно и очень хорошо. Прямо так, чтобы влаги практически не осталось. И после этого мы его будем обжаривать прямо на гриле со стороны кожи. Кожица нужна невероятно хрустящая. А я займусь соусом для шаверма. Ну, зачастую многие берут просто майонез с чесноком. Но у меня в соусе будет и сметана, и майонез, и кефир. Кефир для того, чтобы добавить кислинку, добавить вот этого вот кефирного послевкусия. Замечательный кефир. Сметана. И немного майонеза для резкости. Естественно, мы добавляем сахар из сольки. Острый соус. Я добавлю пару чайных ложечек. И смотри, у меня пошел свежий, прекрасный, замечательный молодой чеснок. Чеснок в соусе для шаверма – это босс. Король просто этого соуса. Так, и мне нужен венчик, и все это дело перемешиваю. Все, и смотри, соус вообще, чем дольше он стоит, тем он вкуснее. Но сутки, если он постоит, он будет прекрасным. Слушай, соус такой островатый благодаря шрирачу. А какой он острый? Ты что, с ума сошел, что ли? Ну, я просто острый не люблю, если честно. Соус идеальный, прекрасный. Он и сладкий, и немного кисленький, и солененький, и остренький. В общем, соус будет прекрасным дополнением к жареной курице, огурцам и томатам. Дополнительно гарниром будет спелый, ароматный томат. Лето – это всегда сезон невероятных продуктов. Мы берем и вот таким образом, вот так аккуратненько, кладем томат. И чем дольше он будет там лежать, тем круче, потому что он будет печеный, ароматный. Вау-вау-вау, смотри у меня, что происходит. Сливки закипели. И, Ром, смотри, уберем прямо отсюда. Аккуратно. Достанешь? Тебе помочь? Закидываем. Вот так. Уголь. Вау! Слышь, как кипит. Отварной уголь? Отварной уголь делаем. А его можно потом есть? Это, кстати, очень классно для пищеварения, как ни удивительно. Сливки нужно оставить подольше. И полчаса примерно, чтобы они хорошо впитали вот этот запах, аромат. Абсолютно верно. Стали такими томленными. Деревяшку обычно можно взять? Вот топят там, не знаю, камин. Лучше брать обычный либо береза, либо добавить немножко щепы, ольхи. Будет только вкуснее. Все, жарим куру. Сейчас мы дадим ей красивый, хороший колер. У меня, знаешь, удивительное блюдо. У нас вроде бы основной ингредиент всегда долго готовят, да? Но мне нужна подготовка именно. Соус мы долго томим. Брокколи нужно чем дольше пожарить, чтобы они остались хрустящими, да? На тот же момент сверху они были обожженные, да? Да, вот именно этот момент. Красота. А томаты вообще, чем дольше томятся, тем лучше. Все, пусть тусуются наши тут прекрасные, замечательные продукты. А я тем временем нарежу кинзу и добавлю в соус. Обожаю кинзу. Томаты точно готовы. Смотри, надо вот так вот снять кожицу. Да, я попробую. Да, куда? Какие они вкусные. И еще сверху я добавлю ложечку сливочного масла. Дай, 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 дай. Не, они не перекипели. Так, мне их нужно аккуратно процедить. Убрать лишний уголь, вот этот. Ну-ка, дай попробовать. Кайф. Вообще. Знаешь, на данный момент, знаешь, где я оказался? В хвойном лесу. На Алтае, Никита. Эти дрова с Алтая. Хотя он не был на Алтае ни разу. Давай чуть-чуть еще с этой стороны пожарь. Давай. Я пока добавлю сливочного масла, немного в сливки. А тем временем я начинаю делать салат из огурцов и томатов. Срезаем вот эти вот части. Они нам не нужны. Слушай, я по факту начинаю уже выкладывать блюда. У меня тоже уже, в принципе, все готово. У меня курица готова, сейчас чуть подостынет. А огурцы с томатами я сейчас нарежу. И готов расчехлять замечательный лаваш. Палтус мы просушили как следует. Его на гриле надо будет готовить только со стороны кожи буквально 5 минут, друзья. Видишь, кожица как высохла? Вот, потрогай. Вообще максимально сухая. Да, именно в таком состоянии добавляем масло и отправляем на гриль. Все очень часто спрашивают и жалуются, когда жаришь рыбу на гриле, почему она прилипает. Прилипает, да. Нужно жарить на коже. И не должно быть ни капли влаги, друзья. Это очень важно. Никита, у меня все готово. Я нарезаю овощи, закидываю в одну миску. Чуть-чуть их подсолю и добавлю немного перца и сахара, чтобы еще овощи немного раскрыть. Помидоры и огурцы, аж запах стоит. Добавляем немного соли, чуть-чуть перчика, щепотку сахара для сладости. Ать! И все это дело перемешиваем. И овощи мои, в принципе, какие они вкусные. Нарезаем курицу. Вот так вот помельче. Пойду проверю палтус. Так, помогай мне. Давай. Несем, несем, несем. Команда. Никита, смотри, какой лаваш. Он реально, он как будто ненастоящий. Посмотри на него. Какой он красивый. Смотри, такое ощущение, как будто его рисовал художник. Питерский художник. Смотри, какие сливки, брат. Вот. Вот этот соус. Вот он. Пахнут-то как ароматненько. Ну, погнали. Добавим сначала салат. Брокколи. Готовые, зажаренные, вкусные. Я свяжу брокколи. Добавим немножко терияки. И наши семечки. Не забывайте. Прям закидываем. И чтобы брокколи были все в семечках полностью. Чтобы хруст дополнительный появился. А я тем временем наливаю соус. Прям вот сочную, добротную такую вот. Ух. У меня аж скулы сводят. И начинаем заворачивать шаверму. Отправляем теперь на гриль. Палтус, он еще живой. Смотри, у него сок выходит. А, знаешь, какой? Нужно прямо, я так понимаю, брать кусочек палтуса. Немного кожи съедать. Откусывать все брокколи и томатом. Верно? Да. Ты посмотри, идеальная. Нарезаем. Смотри. Ром, если честно, я тебе немножко завидую. Потому что я-то буду пробовать твою шаверму. Ты посмотри, какую красоту ты будешь пробовать. Я считаю, это прекрасно. Палтус, печеный томат, брокколи и соус на основе... Топленых, жженых сливок. А у меня шаверма не забыл, да, с чем? С куриной грудкой замаринованной, с огурцами, с томатами. Чуть добавил сладости. А также соус на основе сметаны, кефира и майонеза, чеснока. Это просто очень вкусно. А самое главное, это не запарно. Приготовить на большую компанию такую замечательную шаверму. Так, пробуем? Давай. Ммм, несправильно, как это вкусно. Это тебе. И вот так. Это божественно. Слушай, кориандр невероятно в тему. Прям вот где-то вот здесь. Никита, ты огромный молодец. Спасибо тебе большое. Брат, на самом деле шаверма невероятная. Я уверен, что дорогие телезрители повторят эти рецепты и останутся довольными. Правильно? Давайте. Всех обнимаю. Целуем. Пока, друзья. Приятного аппетита. Гриль, шашлык, мангал, барбекю. Как ни называй способ приготовления на огне, ничего лучше для дачи не придумаешь. Спасибо. Спасибо.